Украина устраивает диверсии в Беларуси? Как спасти своих детей от идеологической обработки? Можно ли после российской и китайской вакцин прививаться западными? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. В ночь с 10 на 11 августа на аэродроме Зябровка, находящемся под полным контролем российских военных, случилось ЧП. На фактически российской военной базе произошел взрыв. Так называемое Министерство обороны Республики Беларусь через некоторое время сообщило о неком возгорании одной из единиц техники, полностью исключив какой-либо акт саботажа. Хотя спутниковые снимки четко говорят о взрыве и не подтверждают таким образом официальную версию Министерства. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял. Генштаб Украины иронически комментирует данную новость и благодарит смелых белорусов. Смелые белорусы, в свою очередь, благодарят украинских военных за подрывную деятельность на оккупированной территории нашей страны. Вопрос от наших зрителей. Так устраивает ли Украина диверсия в Беларуси? 24 февраля Россия напала на Украину с территории Беларуси. С территории белорусского государства на нас посыпались ракеты, пошли зеленые человечки с российскими флагами. Мы противостояли как могли, мы боремся, но мы воюем с Россией. Но несмотря на то, что Белоруссия фактически согласно международного права стала соучастником агрессии, мы относимся к Белоруссии, к белорусскому народу, не как русским оккупантам. И стараемся не отвечать на провокации режима Лукашенко, не втягивать белорусский народ в эту войну. Украина на территории Беларуси диверсионных действий и вообще каких-либо военных действий не проводит на текущий момент. Вопрос состоит в том, что если белорусы пойдут сами войной на Украину, придут на нашу землю, то мы будем отвечать адекватно и ударами по территории страны-захватчика. Разведке достаточно сил и средств, которые позволяют осуществлять контроль деятельности противника, не нарушая государственные границы, не проникая на чужую территорию. Я думаю, у разведки вооруженных сил Украины, у разведки украинских пограничников достаточно информации, инсайдерской информации с территории Беларуси. Совсем скоро начинается новый учебный год. Идеологи всех мастей и регалий в невероятных количествах окопались в белорусских школах и готовятся прививать школьникам красно-зеленое мировоззрение с еще большим патриотическим остервенением, чем это было в прошлом году. 1 сентября стартует очередная безумная, но более агрессивная и навязчивая глава борьбы режима за сознание детей, за их будущую благосклонность, за насаждаемую померкованность, за внушаемую им любовь к диктатору, за отсутствие собственного мнения и критического мышления. Наступающий учебный год обещают быть крайне тяжелым как для школьников, так и для их родителей. Вопрос неравнодушных зрителей Маланки. Как спасти своих детей от идеологической обработки? Во-первых, наверное, вот с чего нужно начать. Начать с того, что мы сейчас понимаем, что идеологизация – это серьезно. То есть, что это не что-то такое. Долгое время достаточно доминировало мнение, такая позиция, что они там что-то говорят, но до дела никогда не дойдет. Сейчас мы видим, судя по мерам, которые последние несколько месяцев применяются, это и программы идеологические, и летние лагеря, значит, и сейчас ужесточение мер по контролю за выполнением всех этих обязательств по идеологии в школах и так далее, показывают, что на самом деле это дело серьезное. Это значит, что игнорировать и относиться к этому легкомысленно уже невозможно. Это первое. Первое, что такое должно изменить структуру мотивации прежде всего кого? Родителей, конечно. То есть, родители. И в этом плане здесь действительно… Ну, так обычно родители как ведут себя? Там две стратегии в основном. Это лучше не говорить об этом, чтобы не создавать вообще, так сказать, фокус внимания, чтобы дети не загружались этим и не ставили себя под угрозу и как бы просто пропускали это мимо. Но мне кажется, эта стратегия… Да, в ней есть какие-то доли, значит, основания, но она все-таки не совсем удачная. Почему? Потому что если эти вопросы не обсуждать с детьми, если не создавать какое-то альтернативное пространство информационное, если не обсуждать, не помогать им рассуждать, и в этих рассуждениях не будет вырабатываться какая-то, ну, по меньшей мере, горизонт возможностей других интерпретаций. Ну, например, какого-нибудь исторического события. Вот, например, там говорится, «Хатынь на самом деле сожгли не немцы, а украинцы». Сейчас такая, в общем, версия есть. Значит, две стратегии. Мы просто оставляем это и не обращаем на это внимания. Но тогда дети будут, запомнят, и у них останется в памяти вот эта многократно повторенная информация. Как работает психика и сознание человека? Если вам 10 раз, 20 раз повторяют, и у вас нет никакой альтернативы, то у вас остается то, что многократно было повторено. И потом, значит, на это будет наслаиваться, естественно, всякие иные способы и средства пропаганды, достаточно искушенные в Российской Федерации. Например, там, песни какие-то, шутки, значит, и так далее. Это все закрепляет вот этот образ и делает его уже таким, как бы придает ему онтологический такой статус. Ну, то есть это когда люди уже верят в то, что так на самом деле и было. То есть вот на первой фазе это как бы информация, которая может и сохранить свой статус. Это какая-то информация, к которой у нас есть какое-то отношение. Если дальше не будет проделана работа потому, чтобы эту информацию как-то переработать, подумать, получить интерпретацию, взвесить ее аргументы за и против, опираться на источники какие-то, вот такая работа с этой информацией, то она так и останется, действительно, она рефицируется, она станет тем, что будет считаться, что это просто реальность, это просто факты, которые вот есть. Поэтому как раз мне видится, что главный, конечно, лайфхак – это, собственно говоря, очень простой. Родителям нужно больше уделять детям внимание, раз, и обсуждать с ними, спрашивать, что там рассказывают, какие факты, какие там, в том числе на этих, особенно на этих пропагандистских или уроках политинформации. И, собственно говоря, спокойно обсуждать, переводить какие-то новые факты, обсуждать, и если этого нет, значит, обращаться к тем, кто, понятно, что не все так хорошо подкованы даже в истории. Но сейчас достаточно много и ресурсов, и возможностей с тем, чтобы прояснить и для себя заодно расширить горизонт своего понятия, потому что ведь родители тоже оказываются не менее уязвимы. Эта пропаганда, она же льется сейчас со всех сторон, особенно такая искушенная, как российская пропаганда. Поэтому в этом смысле такие вот уроки, собственно говоря, самостоятельного критического мышления и способности относиться, выстраивать свое собственное отношение более осмысленное, самостоятельное, критическое, развивать, собственно говоря, в себе и в своих детях критическое мышление тем самым. То есть вот такие простые факты. Вот вы берете там это вот, действительно ли украинцы сожгли хаты? Давайте соберем материалы, посмотрим, значит, да, посмотрим разные интерпретации, какие-то факты, взвесим за и против и так далее. И вот как бы вот это такой конкретный пример, как нужно работать с информацией, как, собственно говоря, этому противостоит. Понятно, что дальше уже, когда, конечно, есть риск, да, вот ребенок, который получит, скажем, такую информацию, он, конечно, может там на каком-нибудь уроке, где учительница или учитель будут говорить, что вот все тот же пример, да, украинцы сожгли хаты. Понятно, что дети могут спонтанно там сказать, а вот мы читали, что там, да, ну, наивно, так сказать, открыто. Да, конечно, такое тоже возможно. Но вот если мы представим себе класс, в котором 30 детей, и если из них 15, скажем, скажут, да, и мы тоже вот читали, и тоже. И вот тогда как бы, да, это будет совсем другая ситуация. Это будет не один-одиночка, да, а это будет уже действительно такая достаточно серьезная группа единомышленниц и единомышленников. И с ними в классе учительнице придется, она не сможет просто там заткнуть или выгнать, да, или применить какие-то меры. То есть вот в этом отношении, мне кажется, вызов именно в этом состоит сейчас перед всеми гражданами, насколько они в состоянии, в своем собственном сознании дать отпор. Это наш последний, по большому счету, рубеж, да. Потому что если, значит, будет оккупировано и наше сознание, и горизонт нашего воображения, то тогда действительно мы будем очень легкой добычей для этой пропаганды. И вот, собственно говоря, наша солидарность в том числе заключается и в этом. Вот в том, что мы все-таки тратим на это время и создаем, ну, такое вот какое-то сообщество критически мыслящих людей, способных не тривиально, не как бы вот так наивно воспринимать все, что льется, брать за чистую монету и попадаться на какие-то дешевые риторические трюки. Вот. Для этого родители, кстати сказать, могли бы тоже развивать там критическое мышление через обращение какие-то курсы. В частности, я, например, в свое время читал в высшей школе экономики как раз курс по аргументации критического мышления. Вот. И планирую, думаю, его там запустить, может быть, вот осенью, если все по-хорошему, там через один из ресурсов. Вот сейчас есть возможности, ресурсов очень много. Вопрос именно в том, действительно ли мы, вот в этом состоит главный вызов, да, действительно ли мы вот готовы инвестировать в будущее, в свое собственное и будущее своих детей, вот это время и силы с тем, чтобы, собственно, уже заблаговременно формировать это качество нашего собственного сознания. Ведь от этого все зависит в конечном итоге, правда? То есть ведь зависит не от того, кто придет там, демократический лидер придет, но идеологию никто не отменял. И в демократических государствах, да, то есть качество демократии зависит от качества самих граждан, а качество граждан зависит от того, насколько они в состоянии, собственно говоря, иметь свое самостоятельное мышление, качественное сознание, насколько они в состоянии быть автономными личностями, да, которые могут вот так. И это как раз требует, конечно, инвестиций, времени, сил в саморазвитие, в развитие собственных детей. Вот мне кажется, так я бы ответил на этот вопрос. В Беларуси до сих пор нет западных вакцин, а доверие к российским и китайским вакцинам за последнее время особо не прибавилось. В связи с новым витком пандемии, нестабильным качеством российского спутника, периодическим отсутствием китайских вакцин в пунктах вакцинации и пока еще открытым въездом в Евросоюз, многие беларусы планируют сделать бустерную дозу одной из западных вакцин, которую они могут получить совершенно бесплатно в любой европейской стране. Наши подписчики спрашивают, можно ли после российской и китайской вакцин прививаться западными? После российских, потому что несколько российских вакцин, и после китайских вакцин можно прививаться западными вакцинами, аденовирусными на основе МРНК, в различных, но зависит от страны, насколько они вообще признают конкретную вакцину, там китайскую или российскую вакцину. То есть каждая сторона, министерство здравоохранения, там санитарные службы, они устанавливают свои правила, мы признаем эту вакцину, если мы признаем эту вакцину, то тогда такой-то план введения бустера, если мы не признаем эту вакцину, то тогда человек считается непривитым и с нуля должен пройти вакцинацию. В прошлом году в Южной Америке были наблюдения, то есть у них тоже был доступный спутник, и были такие наблюдения, которые опубликованы, кстати, на сайте Всемирной организации здравоохранения, что люди, которые миксуют вакцину, то есть сначала они привелись одной вакциной, потом другой вакциной, сделали бустер, у них даже выше иммунитет. Ну, как бы больше таких, да, об этом мы говорили в прошлом году, но больше таких сообщений как бы я больше не встречала, не видела, может быть, я немножко выпала из темы, но то, что в прошлом году такие наблюдения были, что иммунитет даже круче, чем после вакцинации однотипными вакцинами, такая информация была. Но опять-таки зависит от того, в какую страну, в какой стране человек планирует делать бустер. То, что бустер на сегодняшний день необходим, это абсолютная догма всем людям старше 60 лет, это то, что считает Всемирная организация здравоохранения. В Америке лимит даже ниже люди от 50 лет. Плюс это люди с иммуносупрессией, то есть у которых ослаблен иммунитет. Например, люди, которые получают какие-то препараты, снижающие активность иммунной системы, высокие дозы глюкокортикостероидов, пациенты, которые получают лечение после трансплантации органов или пересадки костного мозга, пациенты с первичными иммунодефицитами, ВИЧ и так далее. То есть спектр вот этих вот заболеваний, состояния, при котором понижен иммунитет, он достаточно широк. Ну, я думаю, что эти пациенты знают, что, скорее всего, они находятся в группе, которым рекомендуется четвертая доза, то есть вторая доза бустера. Потому что в основном все вакцины содержат две дозы, в том числе зарегистрированные на территории Республики Беларусь, и потом третья доза – это бустер, и четвертая доза – тоже бустер. То есть как минимум все должны уже получить бустер, и те, кто получил бустер, но входят вот в эту группу риска, там, старше 50 или 60, в зависимости от того, где они живут, должны получить уже четвертую дозу бустера. Одна из наиболее авторитетных организаций, которая отслеживает реакции на вакцины, это американская система ВАЙРС, то есть они занимаются конкретно вот реакциями на вакцины, которые зарегистрированы после вакцинации. И та фраза, которая у них звучит в самом заглавии, в начале, что не все реакции, которые были зарегистрированы после вакцинации, являются реакциями, следствием вакцинации. То есть всегда стоит разбираться вообще, а был ли мальчик, то есть была ли там причастна вакцина к той реакции, которая была у человека. Аллергические реакции, как правило, это очень-очень-очень-очень-очень-очень редкие состояния. Поскольку, скажем, не стоит на месте ни состав вакцинации, ну, как бы состав в плане даже то, что он должен защищать там максимально от новых вариантов, да, то есть это какой-то процесс непрерывного мониторинга того, насколько вакцина отвечает сегодняшним требованиям. То есть если бы были замечены компоненты, которые вызывают аллергические реакции и прям вот часто, то в мире, как только какое-то серьезное побочное явление от какого-то препарата или там вакцины регистрируется, значит, его убирают с рынка. То есть он перестает его вводить людям. Очень жестко контролируется на сегодняшний день то, насколько безопасно, насколько эффективно препарат, вакцина. Поэтому подозревать в недобросовестности производителей, ну, мне как врачу не приходится. Есть европейский комитет, который европейцы, я уже говорила, что они идут вместе с ВОЗ, они говорят, что мы вакцинируем всех старше 60 лет, американцы, у них своя система, и они говорят, мы настолько вот уверены в своих рекомендациях, что мы будем прививать всех, кто старше 50 бустером. Вот. Поэтому то, что касается общей рекомендации, если после введения вакцины человек должен посидеть под наблюдением, там, в зависимости от страны, кто-то говорит, 15 минут, кто-то 30 минут, но вот это время человек должен высидеть, потому что чаще всего мы боимся быстрых аллергических реакций, анафилоксий, вот. Но я, например, не встречала таких реакций. Я думаю, что таких реакций, на самом деле, очень мало, и те реакции, которые подозревались как аллергические, на самом деле таковыми не оказывались, чаще всего. Поэтому заметить вот из опыта одного врача, там, или даже одной стороны, если это какая-то маленькая сторона, то может быть просто введено очень мало доз вакцин для того, чтобы вот эту редчайшую реакцию вообще увидеть. То есть это нужны большие, большие массивы привитых людей, чтобы такую реакцию зафиксировать. Вот. И очень тщательное расследование такой реакции, чтобы утверждать, что она действительно аллергическая. Ну и поскольку компоненты все-таки отличаются, то возможно, что если в целом рекомендации если у человека действительно была подтвержденная реакция на вот эту конкретную вакцину, то ей не рекомендуют вакцинироваться. Если человек планирует переключиться на другую вакцину, то можно уточнить, там, у врача, или врач, там, может обсудить где-то на консилиуме, то есть это может быть какая-то комиссия, которая будет решать пациенту, это можно вводить эту вакцину или нельзя, потому что у него были какие-то реакции на предыдущую вакцину. Вы смотрели проект Маланка Медиа Народ Спросит? Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Подписывайтесь на наши каналы Маланка Медиа и Маланка Лайв, ставьте лайки и делитесь в соцсетях. Каждый четверг в 13.00 смотрите прямой эфир ток-шоу Народ Спросит на нашем канале Маланка Лайв. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Живе Беларусь и слава Украине!